Добрый вечер, дорогие джентльмены! С вами Убивака, я немного простужен, но надеюсь, что это не помешает мне записать второй выпуск реплеев седой старины. Сегодня я припас для вас кое-что особенное. Я назову эту запись Матч, который изменил историю игры. Потому что это действительно так. Таких игр очень мало. Одна на несколько тысяч. И вот это именно тот случай. Это самый популярный реплей за всю историю существования форума Warforge по вселенной Warhammer 40 000. Он был скачен 595 раз. То есть, по меньшей мере, 595 человек нажимали на кнопку скачивания, загружали впоследствии его в игру и в дальнейшем его просматривали. Это невероятно много. Это не так просто, как, допустим, открыть видео на ютубе и посмотреть его. Это может сделать любой. А здесь все-таки масса условий. Незабываемый то, что версия игры с тех пор изменилась. У нас сейчас Dawn of War Soulstorm стимовский, а тогда был GameSpy. И, естественно, для того, чтобы сейчас просматривать эти реплеи, их необходимо конвертировать. Итак, к реплеям. Что это? Это игра Имперской Гвардии против Империи Тау. Самая могущественная сила во вселенной. Астра Милитарум против высокотехнологичной и умной Империи Тау. Итак, я думаю, вы догадываетесь, какие матчи я вам сейчас покажу, если у вас есть определенный опыт в Dawn of War. Но все же, все же, если вы не догадываетесь, я скажу. Это, конечно же, матч Персер 84 против Холлиганс Негатива, который был записан в 2009 году на одном из турниров в рамках ESL. Итак, к игре. Поскольку они играли в сетке Виннеров, то, естественно, это было BO3. Итак, перед нами две игры. Третьей игры, к сожалению, нет. Я начну по порядку. Хотя, конечно, именно вторая игра стала той самой, изменившей историю и вдохновившей тысячи игроков. Но сначала я кое-что вам поясню. В особенности, если вы относительный новичок и пришли в Dawn of War Soulstorm в последние несколько лет, то, возможно, вы не вполне понимаете обстановку. Дело в том, что в 2009 году большинство игроков считали имбой Империю Тау. Считалось, что их крайне сложно победить. Да, были определенные тактики, которые существуют и сейчас. Например, гвардейцы также могли строить Василиски, также могли строить команды тяжелого оружия, ХВТ против Тау. Да, все это практиковалось, но не было как таковой системы. И то же самое можно сказать и о других расах. Нельзя сказать, что вот некроны отлично знали тогда, как играть против Тау. Сейчас все-таки уже прошло с тех пор почти 10 лет. И, разумеется, все значительно изменилось. Игроки улучшили свои навыки. Так вот. Негатив для своего времени был супер-топовым игроком. Его сильными сторонами считали идеальное микро, отличные тайминги и оригинальные стратегии. Он не боялся изобретать на поле боя, что мы и увидим. Ну, а что касается Персера 84, этот игрок считался достаточно средним Тау, но поскольку Тау были в положении имбы, при том, что их параметры юнитов, их характеристики были точно такие же, как сейчас. Абсолютно. Но все же считалось, что победить того же Персера крайне сложно. Его сильными сторонами была бесцеремонность. Конечно, да, он любил бесцеремонно спамить большое количество фаер-ворьеров. Он отлично контролировал криты и следил за обзором своей армии. И также его сильной стороной было умение поставить быстро хорошую экономику. А из слабых сторон я могу отметить большую предсказуемость и чрезмерное увлечение путем Монтка. Он, скажем так, был совсем не игрок в кайон и все связанные с ним, так сказать, билды. Ну, ребята, а теперь с предисловием покончено. И давайте перейдем к просмотру реплеев. Поехали. Итак, старт относительно стандартный. Ну, разве что, как видите, негатив заказывает сначала два гвардейца и только потом техпреста. Бывают и другие варианты. Здесь у нас тоже все достаточно стандартно. Ну, хотя, опять же, стелсьют был выпущен раньше рабочего. Так играют далеко не все там. То есть ему принципиально нужно было захватить эту точку пораньше. Возможно, ради того, чтобы быстро поднять на ней ЛП-2. Это имеет смысл в этом матчапе. Заказан ТК. Заказан прыжок и, скорее всего, это будет билд в ТК Веспиды. По крайней мере, такое начало, оно указывает на большую склонность Тау к тому, чтобы заказывать именно ТК Веспидов. Однако Веспиды не заказываются. Мы видим, что Персер предпочитает сначала застроить свои точки. Интересное решение. Конечно, он так получит больше ресурсов, но гораздо позже появится его основной юнит Харасер Веспиды, которые полетят противнику что-то ломать. Что в этот момент делает негатив? Он достраивает генератор, выводит своего генерала. Но генералом он очень осторожно играет. Смотрите, он понимает, что без приста генерала легко может отстрелить Тау Коммандер. И это крайне опасно. Он держит его рядом с бараком, готовит в любую секунду прыгнуть всеми своими войсками в этот бункер и отстреливать любого, кто попытается снять эту точку. Итак, что же у нас Супер Сера? Все-таки заказаны Веспиды. Да, хоть с небольшим опозданием, но они строятся. Уже достроена одна точка, вторая почти достроена. А теперь смотрим, что в этот момент делает негатив. Он обходит, он обходит своего оппонента, при том, что Персер этого до сих пор не заметил. У него вообще здесь нет никакого вижена, он этого не понимает. Здесь легко отменяется пост. Если что, можно защититься от Веспидов, просто носовав в этот барак юнитов, что он и делает. Веспиды ничего не сломают. И, наконец, идет Харас от Имперской Гвардии. Выдается Псайкер, теперь появляется Детект. Дикап. Веспиды ничего не сделали, они вынуждены были прилететь на защиту своей базой, но они никак не могут помешать сломать генератор. Да, они используют Соник Пульс, но этого мало. Здесь и Комиссар, и полный КС. Гварда бежит вязать Тао Коммандера в миле, для того, чтобы он не наносил урон более важным войскам. Итак, генератор Слован. Огромное преимущество для негатива в самом начале. Заметьте, он не потерял ничего. Ему не прохарасили абсолютно ничего. Ну, некоторый флот у него был, из-за того, что он здесь не крил юнитами. Но, учитывая то, что он ничего не потерял, а у Персера уже потерял генератор, это очень серьезно. Только что был абсолютно зеленый Тао Коммандер, и вот у него уже 400 хитпоинтов. Теперь ему придется убегать. Некоторое время Гварда без морали делется с веспинами, этого делать, конечно, не надо. Негатив все понимает и отводит их. Расстреливается ловушка, она была брошена совершенно напрасно. Тао Коммандер настолько дохлый, что даже под огнем вот этой ЛП-2 его можно расстреливать и делать это эффективно. У него 100 хп, 80 хп. Неужели? Какой наглый забег от негатива. Смотрите, неужели он убьет его, даже несмотря на этих фв? Да, убивает. Убивает Тао Коммандера. И теперь он может уйти без потерь. Но сейчас Соник Пульсом можно откинуть, можно откинуть Коммандер Сквот и убить и приставе генерала. Но что делает негатив? Он теряет генерала и приказывает Псайкеру раскинуть веспинов. Отличное движение, отличный микромомент. Генерал самый дешевый из членов отряда и пополнить его будет гораздо проще. Он сохраняет Преста, сохраняет Псайкера, это очень важно. То есть и скорость, и детект у него есть, а генерала можно вызвать нового. То есть, смотрите, потерян у Тао генератор, сдекаплена точка, потерян Тао Коммандер, застрелен рабочий, и при этом все, что потерял негатив, это ему пришлось заказать нового генерала за 100 реквизиций и 25 энергий, копейки. Смотрите, здесь поставлены мины. Предусмотрительная игра негатива. Он хочет, чтобы о веспидах не приходилось беспокоиться и можно было играть совершенно спокойно дальше, не думая о том, что кто-то залетит к нему в базу. Здесь, я думаю, он отменит пост на реликте. Кажется, он его не отменил. Ну, тогда чем он занимался, простите. А, он убил стелсьюта. Ну, стелсьют, это, конечно, здорово, но пост был дороже. Итак, отстреливают, отстреливают в веспидах. Надо срочно улетать. Персер понимает, улетает. Уже начинает неплохо так контролировать криты. Да, вот сейчас будет взят и третий крит тоже. Здесь стоит стелсьют. Мне кажется, его было бы более рационально передвинуть. Уже есть фаер-ворьеры. Они настреливают по гварде. Но вопрос в том, как долго они смогут настреливать. Сейчас негатив пойдет в ближний бой. Да, и весь этот тир быстро закончится. Но здесь есть второй отряд фаер-ворьеров. И теперь уже именно негативу нужно отходить. Потому что его ситуация не такая стабильная. Итак, здесь происходит дикап. Негатив не хочет давать лишние ресурсы Тауи, лишний обзор. Экономика 98 на 20 против 98 на 30. Примерно ноздря в ноздрю идут негатив и персер. И несмотря на то, что персер, казалось бы, понес существенные потери, ему удается довольно быстро восстановиться. Смотрите, у него уже есть армия, способная отбиться от негатива. И у него уже есть экономика, которая лишь незначительно уступает имперской гвардии. Так, здесь попытка защитить свой реликт. А со стороны негатива попытка пробить его. Гвардия идет в ближний бой. Да, картонные человечки. Можно не принимать их всерьез, но когда они идут с вами в штыковую, уже не важно, насколько хорошо вы стреляете и насколько шикарны ваши импульсные винтовки. Гварда убегает, но мне кажется, слишком поздно. Очень велик шанс здесь, что погибнет целый отряд. Да, отряд полностью уничтожен. Это серьезная потеря для негатива. Но комиссар жив. Жив его командер-сквот. И, по всей видимости, удастся спокойно уйти. И от веспидов он вряд ли штрафанет. Ну, хотя, учитывая то, что фаер-ворьеры немного медлят, может быть и удастся убить. Так, один веспид минус. Сейчас, возможно, убьют и второго, но это все мелочи. Давайте смотреть лучше на то, как игроки выходят в Т2. Здесь Т2 только строится, здесь Т2 уже сделан. И делается, естественно, доступ к пристам. Храм. Храм для пристов. Здесь ставится сразу же механайст команд. Так, не получилось с Трипсоулом убить стелсию, так сожалению. Но негатива. Негатив отличался хорошими для своего времени таймингами. Мало какой гвардеец в 2009 году умел так быстро выходить в химеры и правильно оценивать обстановку на поле боя. Обратите внимание, что как бы играл нынешний гвардеец. Он бы первым делом на Т2 заказал ХВТ, разложил его, начал бы подготавливать свою Василисковую застройку. Но тут 2009 год, тут совсем другое дело. Конечно, про застройку тогда уже знали. Но, скажем так, это была лишь одна из тактик. Застройку не воспринимали как что-то самодостаточное. Итак, он прочекал, где находится армия оппонента. И он просто едет ее убивать. А здесь у нас экономика 128 на 40. Тау отжирается по полной программе. Есть новый Тау-коммандер. И два отряда ФВ. Зачем была брошена ловушка, я не понимаю. Сейчас может умереть прист. Может умереть прист. Но потрясающе прист уклоняется. Итак, высадка из Химеры. Все эти ФВ не могут уйти. Корсер это отлично понимает. И даже не приказывает им отступить. Боюсь, что это смерть для всех Тау. Превосходный, превосходный заезд на Химере. От негатива. Это потеря практически всей армии Тау, кроме командира. И это потеря реликта, скорее всего. Здесь есть Веспиды. Веспиды уже с командиром. Так что им по силам сломать любое здание. Ну, идет такой небольшой разменчик. Давайте посмотрим, будет ли здесь починка тех приста. Но даже если и будет, это не важно. Потому что тут у нас имеются еще и стелс-ьюты. Итак. Негатив Декапит. Планирует, вероятно, снять и Крип тоже. Мы видим, что сюда бежит Гварда. Экономика 116 на 50 у Тау. Строится вейкл Бикон. Экономика 98 на 50 у Имперской Гвардии. Как видите, по реквизиции похуже. И заказан фаст Т3. Заметьте, никаких Василисков. Ну, вот камень Василисков делается, правда, да? Но совсем по-другому играет негатив. Не так, как современные игроки. Итак. Собирается ловушка. Ну, то, что Химера застряла, ничего страшного. Но, зато, зато Гварда будет цела. И пытается развить успех негатив. Здесь выходит XV-88 Бро от Сайта. И мгновенно ломает Химеру. Конечно, нужно отступать. Негатив это понимает. И начинает отводить свои войска. В то же время он лишился своего реликта. Построил первый Василиск. И вот-вот будет доступен третий Тир. Со всеми приятными бонусами. Такими, как неуязвимость, бомбардировка, огрины Касаркины. Ну, и, конечно же, присты в отрядах Гварды, делающие ее неубиваемой на целых 12 секунд. Итак. Строится у нас дополнительно вторая дурель. Ну, то есть создается укрепрайон застроечный с Василиском для того, чтобы обстреливать Тау. Показывает свой Т3. Негатив не стесняется демонстрировать оппоненту. Вот, видишь, я превосхожу тебя в развитии. Полюбуйся-ка. Здесь есть Дивилфиш, но он простаивает. Второй Дивилфиш идет в атаку. XV88 расстреливает Гварду. Наверное, самый неэффективный способ использовать такое дорогое оружие. Стрелять в картонных человечков, которых и так можно убить чем угодно. Ах, да, они еще и под неуязвимостью. Соответственно, им все равно, какой мощи орудия, которое их расстреливает. Итак. Заказаны еще два ФВ сразу в очереди. Экономика у Персера превосходная для человека, у которого нет реликта. У которого почти отжали все критых. Погибает Коммандер Сквот. Обратите внимание. Да, по всей видимости, негатив плохо его прошифтовал или не прошифтовал вообще. Он хотел, чтобы справа от горы прошел Отряд Коммандования. Он пошел слева и, естественно, попал под огонь противника. Здесь заказан уже Монтка Коммандный пост. Учитывая то, что Фаер Войеры погибли, в этом есть свой смысл. Даже если мы забудем о том, что Персерд в принципе обожает путь Монтка. Здесь заказан Ассасин. Построены Касаркины. Есть уже два пака Гварды с престами. Да. Я думаю, что самое время для негатива отправляться в атаку и развивать свой успех. Два Василийска. Ну, возможно, не очень хорошо то, что они стоят рядом. И обратите внимание, что Турели не грейдится. То есть Барракут негатив, очевидно, не ждет. Делается только сейчас первый апгрейд на экономику. Связано это было с тем, что игрок очень быстро выходил в Т3. И ради этого был вынужден пожертвовать данным апгрейдом. Здесь Девилфиши. Много, ну, они не наносят, но, конечно, раздражают. Ну и к тому же непонятно. В любой момент из Девилфиша может кто-то выйти. Да. Хотя можно использовать просветку. Прилетает Барракуда. И начинает стрелять по Василискам. А Командер Сквода рядом не оказалось. Турели не апгрейджен. И, естественно, Василиски легко можно потерять. Барракуду нужно ставить. Василиски нужно чинить. Ничего этого пока не делается. Но урон, который наносит базы Имперской Гвардии и подбежавшие Касаркины, оказывается достаточным, чтобы Барракуду все-таки сломать. Размен Барракуды на Василиск это не так и плохо для Имперской Гвардии. Учитывая то, что один Василиск все равно остался. И Фаер Вориером он житья не даст. Здесь у нас заказан сразу Т4. Сразу, без всяких кризисов. Не церемонится человек. Флот 600. Может быть, хоть кризисов закажешь для приличия, господин Персер. Как же так? Так. Ну, тут Девилфиш тянет время. Тау Командер взрывается разноцветной кляксой в воздухе. И какие-то достаточно жиденькие войска надеются оборонять базу от негатива. Но, мне кажется, негатив уже не остановим. Построен Сентинель. Сентинель, вероятно, чтобы разбирать Девилфиши. Но Девилфиш один. Наверное, убить его не так и сложно будет. И без такого спецоружия. А вот контролить Сентинель надо было получше. Потому что он попадает, как видите, под огонь стелсов. И, по всей видимости, погибнет. В это самое время заезжает Девилфиш. Непонятно, что он тут делал. Но наткнулся на еще одного Сентинеля. И вдруг уничтожен. Здесь Сентинель сломан. Экономика Персера 104 на 79 против 110 на 79 у негатива. Видите, почти в ровень идут оба игрока. Два Сентинеля. Заказан третий Сентинель. Мне кажется, негатив что-то понимает, что скоро появятся рыбы-молотые. Но надеется убить их дешевыми Сентинелями. Застанев при помощи Псайкера. Это тоже метод. Посмотрим, получится ли. Итак, ломают последний Девилфиш. Эта гварда немножечко запоздала. Ей надо бы поближе подходить к месту основных событий. Помогать Касаркина. Так, появляется еще одна Барракуда. Начинается расстрел Ассасина. Им нужно как-то уходить. Барракуда сразу ловит Стан. И, естественно, ее легко разберут Сентинели. Два залпа. Барракуды нет. Прибегает Техприст. Вероятно, тоже его не прошифтовал негатив. И он побежал не кратчайшим путем, а вот как-то по-хитрому. Итак. Это орбиталка Эфирного. Отличный удар. Нужно отступать. Но негатив не отступает. Он хочет развить успех. Мне кажется, напрасно. Здесь можно наполучать огромный урон. Смотрите. 6 тысяч здоровья было у Касаркинов. И сколько остается после бомбардировки? Осталось 2 тысячи. Очень серьезный урон. Ну, здесь бомбардировка прилетела от командира имперской гвардии, от генерала. Но она слабая, как мы все знаем. Конечно, Эфирному удалось отбросить на какое-то время гвардейца. Но требуется что-то более серьезное, более тяжелое, для того, чтобы переломить исход партии. Здесь есть 3 Сентинеля. Непонятно, зачем негатив продолжает их штамповать. Но, возможно, у него какие-то свои резоны. Делается второй апгрейд на реквизицию, чтобы получать больше ресурсов. Касаркинов следит за критами в меру своих скромных гвардейских сил. Негатив. Да, следит за критами. Однако, у Персера еще остается экономика. И он превосходит противника технологически. В него выходит первый Хаммерхед. Рыба-молот. Который, конечно, в состоянии убить все, что есть у имперской гвардии на третьем тиле. Потому что, ну, это просто превосходящий юнит следующей технологической ступени. Да, Сентинели здесь ничего абсолютно не сделают. Им надо уходить. Но даже сквозь гору неплохо наносит им урон рельсовая пушка на Хаммерхеде. Делается второй Хаммерхед. Делаются кризисы. Ну, наконец-то. Наконец-то. О, пойман еще один Сентинель. Я думаю, с двух выстрелов его уничтожат. Нет, второй мимо. И третий. Да, третий. Успешное попадание. Делаются кризисы. Делаются еще барракулы. Но как-то антипеха маловато. Противник это в основном пехота. А тут что? Тут Хаммерхеды. Все-таки заапгрыжена одна турель до ракетной. Это правильно. Барракулы уже прилетали. Два раза на одни и те же грабли наступать никому не хочется. Сделан храм псайкеров. И делаются дополнительные псайкеры. То есть даже 9 лет назад опытным игрокам за имперскую гвардию было абсолютно понятно, какой мощью обладают эти ребята и насколько это эффективно. Лучшие Т4 юниты противника превращать в бесполезные куски металла, которые стоят под проклятием псайкеры, ничего не могут сделать. Наверное, не стоило вот так вот уж прям под огнем капить реликт Тау и ловить метку в своих кассеркинах. Это того точно не стоило. Прибегают Сентинели, но как-то они неправильно прибегают. Они бегают туда-сюда. Опять же, не очень ясно, что именно негатив хотел им приказать. Сразу же, естественно, декапится этот захваченный реликт. Здесь в то же время сдекаплен Крит. И заказан... А, уже дошел Т4 у негатива. И заказан непосредственно парк лемонов. Скоро появятся лемоны. В это время персерд давит. Давит агрессивно, но экономика негатива уже очень серьезная. 140 на 79. Есть свободные ресурсы. Еще бы неплохо чинить свои ЛП-2. И было бы вообще прекрасно. Настреливает Ассасин. Шейкер. Шейкер прилетает двух хаммерхедов. Ну, это дорого использовать шейкер, конечно. Хотя, возможно, это и имело смысл. Эту барракуду он попытается застанить и застрелить просто ЛП-шкой. Это может получиться. К сожалению, экономику быстро восстановить персеру не удается. 82 на 95 это значительно меньше, чем у оппонента. Эта точка до сих пор не застроена. Хотя свободные ресурсы были. Он готовил трех кризисов. Ну, хорошо. Три кризиса. Прекрасно. Делается новый Тау Коммандер. Эфирный глубоко в тылу. Вероятно, из страха перед Ассасином, который работает здесь. И вот-вот может быть застрелен. Но негатив контролит и отлично отводит его. Барракуда лопнула. Идет бомбардировка от генерала. Но, по сути, она никого здесь не уничтожает. Просто пугает немножечко подпайнеров. Разведывает на юнит Тау. Сломан. Сломан первый Хаммерхед. Потому что вышел Лемон. И потому что стреляет автобушка. Да, это серьезно. И еще дополнительный стан. Минус оба Хаммерхеда. Прыгают кризисы. Но боюсь, что это какой-то прыжок веры. Хаммерхеды потерян. Их никто не прикрывает. Ну, какие у них шансы? Я думаю, шансы самые маленькие. Да, они пытаются что-то сделать. Но кассеркины были некоторое время неуязвимы. А теперь уже в кризисах ничего не осталось. Морали не здорово сжигают. Но это имперская гвардия. Они всегда могут спрятаться в здании. И чувствовать себя комфортно. И, как видите, экономику Персер себе до сих пор так и не поставил. Сравнимую с экономикой негатива. Да, потери, которые он понес, были очень серьезные. У него есть два Патфайндера. Может быть, это сознательно сделано, чтобы иметь две обилки. А может быть, это ошибка. Сложно сказать. Но, имея Хаммерхеды и рассчитывая встретить Бен Блейд, сделать два Патфайндера в принципе неплохое решение. Тогда можно гарантировать себе, что Бен Блейд всегда будет под пометкой получать двойной урон. Дело хорошее. Строятся кризисы. Где второй Хаммерхед? Почему-то он не заказан. Наверное, реквизиций на него не хватает. А так он должен стоять уже в очереди. Здесь тоже самое время. На 43% готов Бен Блейд. Оружие победы. Ну, что ж. Я думаю, эта игра должна закончиться победой имперской гвардии. Потому что положение Тау выглядит уже катастрофическим. Юниты потеряли свое технологическое превосходство над имперской гвардией. Численность армии мала. Ну и, наконец, эта монтка. Эта монтка. Скажем так, не для подобных условий подходит данный путь развития. Так, застрелен Техприст. Опять же, непонятно, куда он бежал. Что он хотел чинить. Здесь кризисы пытаются разломать Лемон Рассы. Но, конечно, какие-то шансы есть. В общем-то, Хаммерхед помогает. Ну, правда, его тоже сломали. И, наконец, выходит Бейн Блейд. Как-то он не очень красиво вышел, но ничего страшного. Сейчас он выйдет и покажет Тау всю свою мощь. Что в этот момент делает Персер? Ну, он как-то уже начинает сдавать позиции. Бросил здесь орбиталку, чтобы Лемоны ушли. Сам же туда бежит своими телохранителями. Их откидывает, они получают урон. А Негатив пишет, что очень устал. Ну, может, и устал. Но это только первая игра. А вы играете турнир. Поэтому играть надо на результат. И впереди еще вторая. А может быть и третья. Ну, да, Хаммерхеду здесь абсолютно нечего ловить. И зачем прилетел Кризис, тоже непонятно. Потому что, ну, тут абсолютно превосходная мощь Имперской Гвардии. И шансов у Тау нет никаких. Стоило бы, наверное, подкопиться. Хотя, куда уж подкопиться, когда едут тебя добивать. А именно это мы и наблюдаем. Персера едут добивать. Экономика у него все еще относительно неплохая. Плохая, но с негативом, конечно же, не сравнить. Здесь до сих пор всего один Василис. Как видите, вовсе не на них делает свою ставку. Этот знаменитый игрок за Имперскую Гвардию. Касаркины до сих пор живы. Есть Огрины. Ну, здесь чего-то вызывает эфирный. Голограмму, наверное. Да, да, он вызвал голограмму Тау-Коммандера. Давайте из нее посмотрим. Вот, вот она голограмма. Почему-то у нее хитпоинтов больше, чем у обычного Тау-Коммандера. Это любопытно. С дважды. Голограмма получает бонус хитпоинтам от эфирного. Интересно. Ну, здесь выходят какие-то каммерхеды, но что они могут сделать, когда происходит уже вот такое ввод? Когда вот так жестоко разбирается база Тау. Это безусловная, безусловная победа негатива, но что есть в арсенале у хитрого и расчетливого Персера? Он может взять свою любимую таусяцкую карту, Митинг Орд и Майнс. Лузер Пик – законное право на любом турнире. И уж на своей-то карте показать всю мощь оружия Империи Тау. Имперцам негатива. Погибает эфирный, и я думаю, что это конец. Размаривается все, что у Персера было. Это была хорошая попытка, игра на 24 минуты, но все-таки негатив остается победителем. Ну что, пришло время посмотреть вторую игру. Итак, конечно же, это Митинг Орд и Майнс. Я совершенно не удивлен тому, что игрок за Тау, проиграв первую, выбрал для второй именно эту карту. И это тот самый матч, который вошел в историю Солсторма, был, можно сказать, записан в ней золотыми буквами. Приступим. Билд в Тристалл Сьюта от Персера. Он хочет контролировать карту, хочет контролировать криты. И учитывая то, что на Моме у каждого из игроков 6 доступных точек, это, конечно, правильное решение. Я думаю, что в бараках будет построен Тау-коммандер. Это будет правильно в такой ситуации. Здесь пока заказано 2 кварты, 2 быстрых техпреста, для того, чтобы как можно быстрее возвести инфантри-комманд. Сразу заказан генератор поблизости. И сразу сброшены мины, которые будут достроены для того, чтобы исключить всякую возможность того, что веспиды сломают генератор. Начинается постепенный захват точек. Строится генерал, все как обычно. Здесь Тау-коммандер, да, мое предположение было верно. Здесь, я думаю, что Персер также захочет сначала застроить точки. Да, верно, верно. Сначала застраивает точки, после этого, может быть, добавит веспидов. Я уже не помню. Я смотрел эту игру несколько раз в 2009 году и не так давно в наши дни. Для того, чтобы вспомнить и оценить, действительно ли годится она для того, чтобы сделать по ней такой ввод. Но были ли веспиды, я, честно говоря, уже не помню. Выходит Тау-коммандер. Его задача защищать захват точек. Отстреливать по возможности прибежавшего гвардейца, который наверняка попытается прохарасить, сломать этот генератор. В это самое время, конечно же, бежит нахарас негатив. Вот генерал. И заметьте, в какой момент выдается Прист? Именно тогда, когда он мог повстречаться с Тау-коммандером. То есть, он выдержал определенное время и только подождав достаточное количество секунд, пошел в атаку на своего оппонента, зная, что Прист будет выдан именно тогда, когда нужно. Уничтожен рабочий. И негатив бежит дальше разведывать обстановку. Видит, что генератор один. Ну, нормально. Понимает, чем все это закончится для него, если он будет в этот генератор упарываться. И убегает отстреливать более легкие цели. Еще минус рабочий. Минус стелсьют прямо в полете. Уже значительный урон понес Персер. Не может вовремя достроить оставшиеся точки. И каперов у него осталось только двое. Здесь уже идет закап реликтов, но так ли это важно? Учитывая то, что, по сути, против твоей стратегии применили самую эффективную контру. Но, к сожалению, здесь нет отряда имперской гвардии, чтобы эту точку снять. Убрать флажок Персера с этой позиции. И поэтому негатив вынужден уйти ни с чем. Здесь вот-вот будет построен отряд фаер-войеров, но... Но нет. Заказаны еще одни стелсьюты. Хочется иметь три стелсьюта. Обязательно три стелсьюта. Зачем-то нужно Персеру. Но мы знаем для чего. Для того, чтобы контролировать криты, иметь хорошую экономику и обзор. Здесь пора бы прыгать, но почему-то... Этот таусяцкий синемордый товарищ не очень хорошо контролит своих стелсов. Да, здесь хочется сохранить живым генерала негативу. Вопрос, конечно, удастся ли это. Вряд ли, но он пытается. Прибегает в это время гварда с комиссаром. Мешает застраивать реликт. Это сокращает возможности экономики Персера. Как видите, он халявил. Четвертая минута. До сих пор фаер-войеров нет. Вот только сейчас они построены на 50%. То есть выйдут вообще-то не скоро. В это самое время ставится второй ген под негативом. Уже... Ну, собственно, только два пака гварды. Третий так и не заказан. Оно и понятно. Даже в 2009 году, я думаю, всем было совершенно ясно, что против тау закачку гварды играть бессмысленно. Вот, собственно, негатив и не играет. У него две пачки, как на старте. Больше не нужно. Забегают гвардейцы. Но, мне кажется, отсюда можно и не уйти под огнем фаер-войеров. Негатив понимает это и благоразумно принимает решение отступить. Сразу два генератора строит. Верно. Но все равно флот достаточно большой. Надо его реализовывать. Надо тратить ресурсы. Здесь стелсьют, которого все это время не контролировал Персер, наконец улетает на 100 хитпоинтах. Ну, дайте бог здоровья, благополучия и всего наилучшего. Итак, заказан Т2. Здесь, 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 здесь Т2 нет. Только одна пачка фаер-войеров. Фло 400. Пора бы заказать, что ли, генераторов каких-то. Да. Персерд делает. Заказывает генератор. Еще на пачку фаер-войеров деньги есть. Но почему-то он ее заказывать не хочет. Вот так вот решил он. По-халявному сыграть на Митинг оф и Майндса. Что имеет право. Карта. Общеизвестно что-то усидское. Здесь еще один стелсилд стоит и не спешит брать следующий крит. Напрасно. 116 на 20 экономика против 110 на 40. Окей, окей. Неплохое соотношение. Что будем... Что интересно будут делать дальше оба игрока. Потому что, видите, они играют достаточно осторожно. Пытаются, ну так, по чуть-чуть что-то отъесть у оппонента. Была попытка застрелить ТК Стрипсоулом. Но в итоге погиб генерал. Это мелочи. Здесь... Здесь, да, решает не будить лихо пока тихо. Негатив отходит своей гвардой. В конце концов, даже если он бы захватил этот крит. То Тау сразу же бы его сдекапил. Экономика хорошая. 128 на 50. Дошел Т2. ЛП2 поднятый абсолютно везде. Сразу кидается механайст команд. Правда, на передовой. Нескорискованно, мне кажется. Но, наверное, негатив знает, что делает. Сразу делается храм престов. Попытка опрокинуть наступление Тау успешная. За счет способности Псайкера, который решает фаер-ворьеров морали. И, к сожалению, Персер вынужден отступать. Увы. Увы, Персер отступает. Потому что мало массил свои войска. И сейчас у него нет какой-то серьезной силы, которая способна негатива пробить и отменить ему механайст команд. Этим, естественно, негатив пользуется и начинает пушить. Он разводит оппонента. Преследует его каперов. Для того, чтобы исключить возможность того, что Тау контролирует все Таиклита и видит все его перемещения. Делает престов, так же, как и в предыдущей игре. Делает химеру. Все так же, как и в предыдущей игре. Правда, чуть позже. Ну, мне так кажется, что чуть позже. Поскольку больше точек и пришлось больше тратиться на ЛП2. Однако, экономика превосходнейшая. Это МОМ. И негатив явно знает, как на нем играть. Что ж. Все готово для небольшой атаки. Но, Персер тоже не лайком шит. Экономика не уступает. Есть целых три пака ФВ. И, в принципе, учитывая то, что он закачивает стулсов командирами и пушками, он ждет химеру. Да, он ждет ее, безусловно. Приезжает химера. А здесь уже есть два оптика. И уже совсем другая ситуация. Не та, что в предыдущей игре. Тау командора, наверное, надо спасать. Персер, что ты делаешь? Нет. Тау командор мертв. Нос вот-вот сломается и химера. Да, химера ловит ЕМП гранату. Гварда попадает в ловушку. И начинается расстрел. Потерян отряд гвардейцев с комиссаром. Это плохо. Но, скажем, не смертельно. Все равно на гвардейцев с комиссаром большого расчета делать не приходится. В этом матчапе построен термоген. Термоген очень наглый. Учитывая то, что оппонент имеет обзор скрита. Ну, как бы вот ставить так термоген. По всей видимости, негатив всерьез рассчитывал, что химера с двумя отрядами гварды развалит Персера в ноль. Напрасно. Это уже не Блат Ривер. Тут другие ресурсы, другие возможности. Тау. Что ж, достаточно серьезная армия у Персера. Три фв и два стелсюта. С такой армией стоит считаться. Однако, негатив решает разводить своего оппонента и забегает к нему с другой стороны. Тут есть возможности крит с декапить, релик сломать. Но бежит, кажется, уже четвертая пачка фв. И это только третья. Раз, два. Четвертая, четвертая, да. Не стесняется Персер мастить. Совсем не стесняется. Здесь можно зажать. Можно зажать и не уйдут вообще никакие гвардейцы. Минус прист. Вот-вот умрет командерский лот. И вот здесь вот еще на реликте гвардейцы, которых можно добить. Однако, есть Василисковая застройка и опять с негрейшными турелями. Почему с негрейшными турелями? Да потому что негатив знает, что там стелсюты, а не барракуда. Он знает и ставит турели именно от стелсютов. Отличный прыжок, но... Но где фв? Они не успевают перекрыть стелсютов. И вот-вот погибнет целый отряд. А стелсюты очень дорогие, тем более с оружием. Да, они сломают Василиск, но какие чудовищные потери. Полностью уничтожен один отряд. И полностью уничтожен второй отряд стелсютов. Естественно, этот размен был в пользу негатива. И вот, огромная армия из четырех отрядов фаер-ворьеров. Куда она идет? Она идет убивать единственный отряд гварды. И антитеха теперь у Тау нет. Что достаточно сделать негативу для того, чтобы не проиграть сейчас игру? Вывести Василиск, что он и сделал. Один Василиск и все. Четыре отряда фаер-ворьеров уже не подойдут. Им нужен антитех. Антитех потрачен. Он умер вот здесь. И получается, что время опять работает на имперскую гвардию. Экономика 160 на 50 против 133 на 60. Преимущество, безусловно, у негатива. Он также шел фаст в Т3. Заказан первый апгрейд на энергию. Ну да, к сожалению, термоген наглый был уничтожен. Здесь ЛП-3 поставлено. Ну, наверное, надо дополнить его турелью, чтобы стелс-ьютов отстреливать. Заказана броня для кассыркинов. И вот-вот выйдут сами кассыркины. На очереди огрины, да. Две турели. Обе не грейженные. Есть Heavy Weapons Team. Тоже без автопушки. Интересно, почему. Довольно большой флот. Уже почти 900. Неплохо бы его во что-то вложить. Негатив. Вы так не думаете, сэр? Итак, глядут кассыркины. Где же эти четыре отряда флоты? Ах, вот они где. Вот они где. Но когда кассыркины под неуязвимостью, им все равно, какое количество отрядов у противника. Они чувствуют себя прекрасно. И летит граната. Граната прекрасная. Какая-то попытка повязать в ближнем бою кассыркинов с телсьютами. Найс трай. Найс трай. Но не сработало. Здесь только сейчас доходит второй апгрейд на влияние. И вот-вот у Персиара будет чудовищная экономика. Это Монтка. Видите здесь голограмму? Вот ради чего заказывают Монтка. Не ради голограммы, а ради настоящих рыб Молотов. Итак, апгрейд у Персиара доходит. И экономика поражает воображение. 193 на 60. Что же есть у негатива? У него есть храбрость и вера в Императора. А еще достраивается турель, чтобы стелсьюты не донимали. Смотрите, какая интересная складывается ситуация. С этой стороны стелсьютам не подлететь. Турель дает обзор, а ЛП-3 простреливает все это пространство. Здесь тоже не пролететь. И здесь не пролететь. Осталось как-то прикрыть пространство вот тут. И в принципе можно не бояться того, что Тау с какой-то стороны зайдут и пронесут важные постройки для Имперской Гвардии. Попытка построить второй термоген. Итак, есть уже Ассасин, но его держит на базе негатив. Он осторожничает. Понимает, что противника гораздо больше. Ну и в конце концов он не знает, что у врага Кайон или Монтка. А если четыре Фаер Вориера да выйдут в Кайон, вы представьте себе, насколько эффективно они смогут отстреливать все, что есть у Гвардейца. Я думаю, что негатив не должен был об этом забывать. И вот осторожная попытка атаки от негатива. Персер защищается всеми своими четырьмя отрядами ФВ. Красиво под двумя инвулами заходит негатив. Попадание от Василиска. Попадание гранаты. И вот уже все ФВ обезморалены. Один отряд полностью уничтожен. Да, сурово-сурово. Бомбардировка генерала слишком поздно. Но это и не самое сильное, что есть у Гвардии. Почти дошел Т4. Вышла Барракуда. Барракуда сразу летит свиноправленно ломать Василиски. Василиски пытаются, пытаются уехать, уклониться от нее. Но здесь нет апгрейджена ни одна из турерий. Заказан апгрейд. Но слишком поздно. Василиск сломан. Стреляет автопушка. Если Барракуда сейчас не уйдет, она тоже будет сломана. Здесь Фаер Вориеры никак не могут подойти и задевать свою базу из-за Василиска. Но Василиск уже сломан. Однако, однако теперь Фаер Вориеров-то слишком мало. Тут что, три отряда каждый побит в них по полтора человека. А тут Огрины и Касаркины. Элита Имперской Гвардии. Лучшие бойцы ближнего и дальнего боя. Так, строится у нас Эфирил. Как-то можно было, наверное, ему пораньше вывести. Нет. А где Ассасин? Ассасин? Вот он где. А что ты тут делаешь, Ассасин? Попадает под подфайзеров и его легко отстреливают в Фаер Вориеры. Вероятно, тоже был мисклик со стороны Негатива. Экономика Имперской Гвардии 175 на 176. Прирост по энергии даже больше. Ну вот-вот, лафа закончится. Термоген второй. Такой же наглый будет уничтожен. Т4 почти дошел. Да, конечно, с Т4 Негатив опоздал, но он нанес противнику ущерб и смог относительно безопасно уйти с его базы. И, как видите, даже криты своему врагу он не дает. А это важно, если ваш оппонент Тау. Здесь строятся кризисы. Фаер Вориеры вынуждены капить точки, господи. До чего они снизошли? Ну, конечно, если противник Имперская Гвардия, которая вот-вот выйдет в Т4, даже такое занятие для Фаер Вориеров кажется достойным. Потому что, ну куда их еще употребить? И вот Барракуда пытается как-то найти лазейку в обороне Негатива. Но какие шансы? Нет тут лазеек. Взрывается. 151 на 79 экономика Персера. Он пытается ее восстановить после удачного забега Негатива. Пока получается не очень. Однако у него уже есть один Хаммерхед. Да, он перетечил своего оппонента. И здесь почему-то не заказан Лемон. Непонятно почему. Очень серьезно флотит Негатив. 700 на 1200 только что было. Заказан Бен Блейд. Заказан Камень Лемонов. Но здесь уже готовый Хаммерхед расстреливает твою армию. Сделай же что-нибудь. И что он делает? Смотрите. Он делает нового ассасина. Это правильно. Куда-то бегут тех пристык. Вот-вот начнут производиться Лемоны. И у Персера есть шанс сломать машинерию до того, как Лемоны будут произведены. Ну что же. Он медлит? Нет, он не медлит. Он осторожничает. Он стреляет, но с максимальной дистанции. Строит свой собственный термоген. Правильно. Таунил и Кеншиты. Служен немного флотит. Но его войска, даже находясь на большую дистанции от Василисков, ничего не могут сделать с Касаркинами и Огринами. Потому что нет кайонских апгрейдов. Вот граната пролетела, все, армия небоеспособна. Минус один отряд, сейчас минус второй. Да Огрин их и голыми руками бы забили, но им выдали винтовки в этом бою. Как известно, Огринам в имперской гвардии оружие выдают только перед боем. Они слишком суровы и брутальны, и командование боится, что если выдать им оружие в мирное время, не дай бог, что нехорошее произойдет. Здесь Кризис пытается сшечь мораль Касаркинам, но пока не очень успешно. У них был инвул, но инвул заканчивается. Да. Что, впрочем, не значит, что Кризис добьется здесь каких-то серьезных успехов. Точка снова сломана. Летит бомбардировка от генерала. А в это самое время никак, никак не удается сломать вовремя механайст команд. Да, его сломали, но Лиман-то один уже вышел. И Барракуда была уничтожена залпами ракетной турели. Неплохо, неплохо на два фронта играют оппоненты, только у меня такое чувство, что на обеих фронтах побеждает у нас совершенно один игрок. И это игрок, который вывел Бэйнблейд. Оружие победы. Бэйнблейд сумело врывается и начинает раздавать лещей. Получает метку от Патфайнера. Бдыщ! Главное орудие заговорило. Не успевает техприст, не успевает его чинить. И летит бомбардировка от эфирного, которая откинет любое количество техпристов. Что одного, что троих. Да, бежит трое, но никто не может чинить из-за орбиталки. И под пометкой Бэйнблейд уничтожается. Имперская гвардия в лице Огринов и Казаркинов. И командор склода слишком поздно прибежала на выручку. И Бэйнблейд, хотя его вычинивают, вычинивают, все-таки сломан. Отлично. Большой успех для Персера. Хотя, конечно, ему стоило развить свое преимущество в тече раньше. Но тут уже есть Псайкер и Стан. А этот и так сломали. Сейчас ты потеряешь свой второй танк. Потому что, извините, из-под Стана Псайкера выхода у Тау никакого нет. Только орки и Эльдары могут что-то сделать с этими Станами. Да, у Тау шансов никаких нет. Выходят Дивилфиши. Здоровенный флот у Персера. Вообще здоровенный. Больше, чем 1000 на 1000. Ну, чувак, сделай что-нибудь там, я не знаю. Главку вторую поставь. Но, похоже, он растерялся. Он рассчитывал, что вот Бэйнблейд я сломал. А дальше оппонент напишет ГГ и выйдет. Но это же негатив. А что у негатива? Экономика 206 на 104. Заказан новый механайз команд. Наш друг не унывает. И достраивает еще один Хэви Болтер Турет. А теперь я на секунду замедлю игру, чтобы вы кое-что осознали. Смотрите. Здесь прохода для стелсьютов и барракуды нет. Здесь тоже нет. И здесь тоже нет. Таким образом, у Имперской Гвардии сейчас поставлена экономика, которая, благодаря расовым особенностям, превосходит экономику Тау значительно. И способа сломать вот эту экономику без прямого поражения войск Имперской Гвардии в открытом бою вообще нет. Что это такое? Это классическая застройка. И вот так, именно так она появилась и стала достоянием широкой общественности. Это та самая игра, после которой даже, я не знаю, имбецил понял, как нужно играть за Имперскую Гвардию против Тау, ну и против некоторых других рас. И фактически, именно после тех самых 500 просмотров вот этого реплея, все сообщество Вархаммера наконец осознало. Черт возьми, а застройка это же не просто какой-то ситуативный ход, не просто одна из тактик. Это, можно сказать, религия, религия Имперской Гвардии, в которую можно так же играть, как в Рейдженную Гварду. Ловит стан Хаммерхед, он ничего не может сделать, ну а Кризиса слишком маленький дамаг, чтобы сломать этот Лемон Расс, который в позитивном кавере стоит в конце до концов. Итак, здесь какой-то удивительный Эфирил, который погибает от стаб-ганов Огринов. Удивительная смерч, он просто как хомячок какой-то. Здесь в то же самое время есть и Ассасин, но он занят чем-то другим. Он стреляет в Хаммерхеды, окей, допустим. Появляется второй Бен Блейд. Ну что? Ну что? Негатив, уже сейчас, я думаю, должен одержать победу, но мы видим, что до конца реплея остается хреново куча времени. Да что они будут, черт возьми, делать все это время? Идет, продолжается застройка. Медленно база Имперской Гвардии ползет, подбирается к Тау. Да, выходит Кнарлок. Если вы не знаете, я вам скажу, что даже Монтка Кнарлок отлично убивает Бен Блейд, если ему дать. Наносить по нему урон. Если Бен Блейдам отступить, то, конечно, Кнарлока можно легко уничтожить. Способов масса, он крайне неповоротлив. Но сейчас получается, что собственный Лемон мешает Бен Блейду отойти. И Кнарлок успевает выдать нехилое количество урона. Да так и Бен Блейд потерять можно. И летит орбитальная бомбардировка. Отличная орбиталка. Огрены будут отброшены. Даже несмотря на короткий инвул, безусловно, получат колоссальный урон. Они и так тут все красные, посмотрите. Бен Блейд пытается уехать на последних красных хитпоинтах. Бегут техпресты в попытке его починить. Сдекаплен реликт. Так что новый Кнарлок в длительное время еще не выйдет туда. Здесь Огрены без морали, конечно, ничего не могут сделать кризисом. Один из которых голограмм. Видите, их четыре. Тут у нас новые хаммерхеды настреливают. И необходимо, конечно, починить Бен Блейд. Уже 3000 на 1700 флоту негатив. Он не знает, на что тратить ресурсы. Но, не знаю, надо построить вторую главку. Очевидно же. Или хотя бы добить полные лимиты. А то, видите, 11 из 18. Можно наделать пехоты какой-нибудь. Ну, там, я не знаю, ХВТ. Ставится главка. Правильно. Кроме того, дополнительные главки имеют еще деморализующий эффект. Чтобы противник понимал. Ты богат, черт возьми. Ты можешь себе это позволить. Итак, гордый Бен Блейд. Намерен снести эту базу Тау. Сравнять ее с землей. Однако он не заезжает в позитивный кавер. А вот Хаммерхед заезжает. Правда, спасет ли это Хаммерхед? Вон там лемоны настрируют. Еще злой Псайкер бежит проклятие накладывать. Ай-яй-яй. Бен Блейд все-таки заезжает в позитивный кавер. Стреляют телохранители эфирного. Стреляют фаер-бойеры. Убивают техпеста. Ремонт прекращается. Вызвана голограмма Хаммерхеда. Она, конечно, урона никакого не наносит. Но прыжок кризиса. У Бен Блейда 400 китпоинтов. Его чинит еще один. Нет, непонятно откуда взявшиеся техпристы. Они, наверное, потоком с базы идут. У Бен Блейда 300 китпоинтов. 300! 200 китпоинтов. И погибает второй Бен Блейд. Выходит Хаммерхед. Снова, снова чаша весов накренилась в сторону Тау. Но даже отсутствие Бен Блейда не помешает негативу додавить. 211 на 167 экономика. Главка не строится, потому что престы побежали чинить Бен Блейд и погибли. Бросается орбитальная бомбардировка. Касаркины без преста, потому что... Потому что это, черт возьми, Тау. Их учат стрелять в своем хреновом тире. Да, Империя Тау это, наверное, единственные ребята, которых в тире учат, как различать командиров и стрелять им в голову. Поэтому, конечно, потерять преста можно довольно легко. Контер-атака от Тау, но слишком-слишком слабые войска. Всего один Хаммерхед. Баракуда ловит стан. Кризис 1. Что он в одиночку сделает? Ну, конечно, какого-то успеха удается добиться Персеру, но он кажется временным. Потому что у негатива 3000 на 2000 флуата. Вот эта потеря термогенератора, его, я думаю, не опечалит ни на сколько. А грейдится только сейчас броня для Имперской Гвардии. Ну, наверное, со скуки заказала последний апгрейд. Гварды-то у него нет, ему не надо. Три Василиска. Три Василиска под защитой недостроенной главки ведут огонь по пехоте Тау. И поэтому Тау не может выйти с базы никем, кроме Барракут и Кризисов. Кризисы отстреливаются Ассасином. Да, совершенно спокойно. От Барракут почему-то не спешит, уворачивается негатив. Наверное, ему кажется, что можно, если что, сделать новое Василиски. Он отменяет свою главку и, возможно, закажет ее в другом месте. Здесь Ломан Лемон Расс. Удачным прыжком стелсьютов. Строится третий Бен Блейд на 83%. Он уже готов. Отъезжают Василиски под защиту застройки. Да, самый что ни на есть классической застройки. Такой, как мы ее знаем сейчас. Отлично, отлично. Артиллерия в разных точках, куда бы ни прыгнули стелсьюты, им не удастся заставить Василиски замолчать. Все равно один из Василисков будет стрелять противника. Вышел Бен Блейд, третий по счету. Работает Ассасин с двух выстрелов. Прекращает субществование вот этих вот пафосных ребят в крутых костюмах. Да, это Вархамер, детка. Тут не место супергероям. Поехал домой. Вырядился он, понимаешь. Ну-ка. Во. Уехал. Итак, здесь у нас защищенные верой в Императора выбегают гвардейцы и начинают настреливать по Хаммерхеду. Неэффективно, зато эффектно. Да, стреляет Барракуда. У нее отличный урон по командирам. Прибегают стелсьюты. Если сюда не привезти детект, можно серьезно пострадать. А здесь отлично использует рельеф местности. Персер заезжает своим Хаммерхедом. Хочет сначала убить тех престов, потом Лемон. Это имеет определенный смысл. Но экономика уже слишком отличается. И вышел новый Бен Блейд. Погибает Эфирный. К сожалению, Персер совершенно не дорожит жизнью своего основного командира. Ну или вторичного, называйте как хотите. Но все-таки по важности он основной. Важнее того командера после того, как есть возможность строить обои. Здесь 120 на 76. Экономика явно не конкурентоспособная. И что удивительно, никаких попыток спамить дроидов. Хотя энергия, в принципе, накоплена. И можно было бы хотя бы попытаться. Ремонтировать Хаммерхеды Персер или не любит, или считает бесполезным. Проще новых сделать. Ну, может и правда. Но все-таки победить так вряд ли удастся. Здесь снова заказан механайст команд вместо поломанного. Делаются техпристы. Да, надо больше техпристов. Еще больше. Они что-то по КД подыхают. По сути, главная цель для Тао убивать техпристов всегда. Командер Склот получает достаточно большой урон. И может погибнуть прямо сейчас. Это, чёрт возьми, Хаммерхед. Но нет. Взрывается таки Хаммерхед. И обратите внимание, что Командер Склот с комиссаром. Много ли вы знаете гвардейцев, которые на Т4 строят комиссаров в Командер Склоте? Удивительно. Ну, вот негатив один из них. Естественно, с одного залпа лопаются эти жалкие скорлупки. Эти нелепые девилфиши. Непонятно, на что они вообще тут рассчитывали. Или как-то стратегия с Хаммерхедами не окупает себя. Летит сюда бомбардировка эфирного. В очередной раз очень удачно брошена. Ну, вот что ж ты такой персер странный человеком. Бомбардировки прекрасные кидаешь, а эфирного контролировать нормально не можешь. Теряешь его, да теряешь. Это уже, кажется, четвёртый по счёту за эту игру. Пять тысяч на три тысячи накоплено ресурсов у негатива. Он может уже терять, наверное, всё, что угодно. И продолжать эту игру, пока ему не надоест. Он медленно-медленно всё застраивает. Взамен сломанных зданий сделает новые. Наделал, наконец, уже ХВТ-шек себе. Не на весь лимит, но ему, наверное, хватает. И постепенно-постепенно додавливает персера. Персер сопротивляется в стиле Варкла. Хоть, казалось бы, уже и очевидно, что он не победит, но ему хочется доиграть до конца. Он ещё не всё сказал этим гвардейцам. Не всё им сообщил о высшем влаге. Два хаммерхеда. Но эти ребята хороши, когда работают вдвоём, а не поодиночке. Даже с огренными могут справиться. Почему нет? Но, да, ещё играть мы в пользу то, что рядом нет с Сайкером. Они все передохли. И поэтому не летит стан хаммерхедов. Однако здесь есть Бенблейд. Один из лимонов сломан. Жифли второй. Давайте глянем. А, второго тоже удалось подбить. Прекрасно, прекрасно. Два лимона подбиты. К Бенблейду отстрелили половину ХП. Огринам отстрелили мораль. Их вот-вот и бьют. Да, вероятно, погибнут и Огрин, и этот хаммерхед. Бежит на починку очередной техприз. Но, мне кажется, он опаздывает. И даже несмотря на своё колоссальное экономическое преимущество и вот дополнительные подстраиваемые главки, видно, что негативу очень непросто справиться со своим оппонентом. Ну, однако, если мы посмотрим от лица Персера, мы поймём, что шансов на победу у Тау нет вообще никаких. Итак, вышла голограмма хаммерхеда. Пытается получать на себя урон. Выезжает первый. Есть и Барракуда. Да, у Барракуды прекрасный урон по Бенблейду. Единственный минус жизни почти нет. Сдуется в момент. Здесь спокойно Касаркины продолжают расстреливать центр Кавлиции. Да, мало приятного, конечно. Итак, залпы. Залпы от Василисков. Выезжает Девил Фиш. Какая-то последняя попытка контратаки от Персера. На последних... На последних, как некоторые говорят, лалах. На последних силах пытается что-то сделать наш друг, но... Увы. Увы. Экономика 89 на 65. Ну что тут, что тут еще можно сделать? Бегают Огрины. Новые Огрины построены. Старается по мере своих сил и возможностей негатив восполнять. Все потери, которые есть у него в армии. И заказан четвертый Бенблейд. Четвертый Бенблейд. Несмотря на три уничтоженных Бенблейда, Тау все равно проигрывает. Почему? Да потому что стратегия, выбранная негативом, на голову превосходит все, что может изобразить из себя Персер. Его тактика это монтка, стремительный удар, который требует технологического превосходства над противником и того, что ваши экономики или равны, или же Тау превосходит своего оппонента. А сейчас, когда имперская гвардия на полных практически лимитах, быстро восполняет свои потери, ставит дополнительные главки, делает что хочет. Ну вот что могут сделать хаммерхеды и кризисы? Они просто разваливаются один за другим, один за другим. И главная проблема Персера то, что ему никак не удается накопить какую-то мощную армию, которая будет способна выполнять более общие задачи. То есть сломать Бенблейд это такая узко специализированная задача. Хоть она и сложная, ее в принципе Персер в состоянии осилить. Он уже три Бенблейда подбил, но стал ли он от этого ближе к победе? Нет, не стал. Удалось наконец тысячу реквизиций потратить негативу из своего пятитысячного флуата. Начинают подгнивать его точки, они серьезно покраснели. Идет бомбардировка василисками все это время. И выезжает четвертый Бенблейд. Я так понимаю, это гвоздь в крышку гроба. Гвоздь в крышку гроба Персера. Четвертый Бенблейд. Лемоны, лемоны на позициях. Ведут обстрел, добивая телохранителей эфирного. Здесь была попытка построить турель неудачная, но правильная. Больше, больше турелей. Надо еще мин добавить, еще больше главок. И по всей карте равномерным слоем застройки покрыть ее. Сделать так, чтобы никакой возможности для Тау не было куда-то лететь, что-то делать и пытаться применять свои способности. Ну вот, нашел это уязвимое место Персер. И пытается Барракудой на 58 хитпоинтах расстрелять механайст команд. Самое смешное, что может получиться. Урон у Барракуды прекрасный. Сквозь гору запускает свои ракеты. Это чудо Таусяцкой техники. Но какое-то имеет значение, если здесь ломают центр коалиции. Если здесь взвод командования ворвался на базу Тау. И вот-вот прикажет Персеру покинуть эту игру. Да, продолжают выходить кризисы. Продолжают выходить камерхеды. Но что? Что здесь сделаешь без серьезной армии? Также храбрый эфирный на передовой стоит у Персера. Он совершенно не боится этих Касаркинов. Но нет, все-таки решил отойти. Правильно. Блин, Блейд, тут ассасин, в конце концов. Попытка за счет Дивил Фиши как-то развить на втором фланге преимущество заканчивается неудачно. Механайст команд, он, конечно, Барракудой сломал. Но куда идти дальше? Дальше штурели. Ничего не сделать. И здесь постепенно, постепенно Персер двигается. Простите, негатив двигается, двигается к своему врагу. Третья главка. И вот Персер уже зажат. У него, кстати, красные генераторы уже, да. Не только точки, но и генераторы. Как у его оппонента, впрочем. Так что темпы прироста ресурсов у ребят падают. И Персер выходит. Ну, правильно. У него ничего не осталось. Он и так сопротивлялся слишком долго после того, как это стало бессмысленным. Это могла бы быть, знаете, заурядная игра. Если бы не несколько важных обстоятельств. Ну, во-первых, это была турнирная игра. Да, понимаете? ESL, все дела. Ребята играли на результат. Они хотели одержать победу. Ну, и во-вторых, очень много на тот момент было людей, которые, в принципе, не понимали, как Тау можно победить. Застройка была известна с 2005 года, когда существовал Винтера Саут. Но это была другая застройка. Как это делалось? На картах, где имеют особое значение криты, например, Шрайн оф Экселиан, крит окружали турелями и минами и выстраивали за ним Василиски. Смысл застройки был в том, чтобы при попытке Декапа противник потерпел максимальные потери и в конечном итоге был уничтожен. Ну, конечно, практиковалась и застройка ситуативная, вот как здесь. Вот, однако, вплоть до этой игры Персера и Негатива не стало достоянием широкой общественности то, что, в принципе, можно играть за Имперскую Гвардию без отрядов Имперской Гвардии. И, заметьте, после того, как вот на этой вот точке Негатив потерял отряд Гвардий, он, в принципе, не делал на них никакой ставки. Он играл чисто Касаркинами, Огринами, Ассасином, отрядами тяжелого оружия, отрядом командования и героями. Он не играл Гвардой, это правильно, но для своего времени это было открытием, это перевернуло историю игры. Ну, и, конечно, то, как красиво здесь Негатив показал нам застройку полной карты в исполнении Имперской Гвардии, это вдохновило сотни игроков научиться играть так же и впоследствии привело их к значительным результатам. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что этот стрим вам понравился и эти игры вы оценили по достоинству. Не забудьте поставить лайк перед этим видео и ждите следующего. Следующее видео будет называться «Лучшая игра на два фронта». С вами был Убивака и реплеи седой старины. До новой встречи!